Павел, приветствую вас, добрый вечер. Ну что, российская команда, второй раз «Спартак» с 10-го места РПЛ обыгрывает итальянскую команду «Наполе». И, честно говоря, это потрясающе, особенно после нашего вчерашнего матча и нашего с вами вчерашнего разговора. Какие у вас в целом впечатления об этом матче? Пока формулируете, я напоминаю о том, что партнером этого выпуска является легальная и надежная компания «Бэтбум», которая представляет моим подписчикам специальный бонус за первое пополнение. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии по промокоду «Беги» и забирайте до 10 тысяч рублей за первое пополнение. Итак, Павел, ваши впечатления? Сергей, действительно, вечер добрый, потому что «Спартак» добился очень хорошего результата. И это в футболе все-таки остается самым важным результатом. И у «Спартака» он сегодня положительный. То есть это для клуба очень важно в турнирной таблице. Я имею в виду в Лиге Европы и для российского коэффициента, конечно, в копилку для российских клубов. Это очень важно. Поэтому, конечно, в общем, я думаю, что, так скажем, самое главное, болельщики «Спартака» должны быть сегодня довольны. Потому что результат есть, команда победила «Наполе». Все-таки, хочешь не хочешь, команда идет на первом месте в чемпионате Италии. Конечно, это далеко не тот «Наполе», который когда-то приезжал с «Марадонной». Но, тем не менее, это результат, который, естественно, заслуживает уважения. Ну да. И давайте просто проведем параллели. Почему «Спартак» играл намного смелее с одной из лучших команд Италии, чем это делал вчера «Зенит» в матче с командой Швеции? В чем причина этого на ваш взгляд? Ну, ты знаешь, я бы так не сказал, что «Спартак» играл очень смело. Просто «Спартаку» все-таки сегодня повезло. Потому что они очень быстро, опять-таки, мы вчера говорили с тобой про судейский фактор. Он был склонен к российской команде. И сегодня тоже «Спартак» быстро получил пенальти. И «Соболев» его использовал. Поэтому, естественно, «Спартак» все-таки получил такой немножко, ну, так скажем, психологический подъем. И им, ну, легче было играть там, ну, если мы будем сравнивать со вчерашним матчем, как ты говоришь, да? Так. Вот. Потом «Спартак», естественно, конечно, играл тоже, так скажем, с оглядкой. Вот. И больше, так скажем, от обороны. Может быть, даже как-то он своей игрой немножко и усыпил «Наполя». Конечно, хотя у «Наполя» были большие проблемы, я считаю, в линии атаки. Они практически всю игру владели инициативой. Но, скажем так, своего или сделать результат вот с этим перевесом, который был у «Наполя», у них, это не получилось сделать. Конечно, мы должны отметить очень хорошую игру «Селихова». То есть, я считаю, что, ну, его был очень большой вклад в победе сегодняшнего «Спартака». Потому что, не выращивая команду там в двух-трех моментах, я думаю, что игра могла бы сложиться совершенно по-другому. Поэтому я не соглашусь, что «Спартак» играл как-то наглее или больше в атакующий футбол. Просто так сложилась ситуация, что «Спартак» быстро забил, и ему, естественно, было легче играть. Потом, по-моему, на 27-е или 28-е минута, опять-таки, комбинация, как мы с тобой часто говорили, вот с правого фланга, где все-таки «Мозес» активно участвует. И, ну, так скажем, неплотно или несерьезно отнеслись к этому моменту защитники «Наполя». Они дали «Мозесу», в принципе, спокойно подать. И вот Соболев, он все-таки выполнил свою работу. Вот это вот его игра, когда он, так скажем, в полуразвороте находится к воротам, когда идут прострелы. И вот здесь вот на втором этаже он, конечно, может проявить свои вот эти качества. Он хорошо завершил эту атаку ударом головой от земли. То есть вратарю было очень тяжело справиться с этим мячом. Поэтому здесь, ну, были разные обстоятельства. И первое самое обстоятельство – это счет. Поэтому, конечно, игра «Спартака», она как-то, может быть, немножко по-другому смотрелась. Ну, и «Мальма» играл, в принципе, вчера тоже агрессивно хорошо. Поэтому у «Зенита» тоже был, так скажем, хороший соперник. Не будем опять возвращаться к игре самого «Зенита». Да, Павел, ну что, как бы теперь конкретизируем. Вы просили, холодильное сказали, что бы сказали о Соболе. Все-таки два гола и такой удачный для него матч. Ну, Сергей, понимаешь, как бы он сегодня ни играл и какое бы мнение у нас ни было, он сегодня абсолютно герой матча. Потому что когда нападающий забивает два мяча – это результат. Вот. Если мы будем опять разбирать его игру, то, естественно, он не изменился за 2-3 недели. И это форвард, которому все-таки нужно, скажем так, подносить снаряды, которые бы так быстрее доставлялись бы в страфную. И, конечно, желательно по воздуху и вот с флангов, да, то есть что вот он сегодня и показал и проявил. У «Спартака» такой игры мало, потому что все-таки нету вот этих вот проходов по флангу, прострелов, чтобы хорошо можно было использовать такого высокорослого, мощного, скажем так, наглого такого, задиристого, неудобного нападающего для защитников. Это то же самое, что вчера было, в принципе, и у «Зенита», да. Вот. И во втором тайме, во втором тайме все-таки немножко был такой страх, был такой страх, когда Наполе все-таки начали, начали все-таки взвинчивать темпы. И, кстати, Наполе забил гол практически под копирку, «Илмаз» забил его тоже во втором тайме практически, как и «Селихов». Вот. Такая же комбинация подачи. Как и «Соболев». Виноват, да, как «Соболев». Да. Но, в принципе, если бы «Селихов» забил в этом матче, я бы не удивился, да. Ну, он, мне кажется, в этом матче мог все что угодно сделать, да. Да. Если бы ему позволили пойти вперед, да. Вот. Извиняюсь. Значит, вот «Илмаз» приблизительно в такой самой ситуации замкнул подачу на второй штанге тоже, кстати, хорошо очень головой, да. Да. Вот. И во втором тайме, конечно, Наполе контролировал ситуацию. И когда вот «Илмаз» забил, мне даже показалось, что «Спартак» все-таки начал проседать. Близко очень прижался к воротам. И, ну, как бы вот опять, чтобы не произошло вот эта вот опять история, горе с российскими клубами. Ну, все-таки, я говорю, повезло, выстояли и добились очень-очень важного для себя результата. И не только в Лиге Европы. Я думаю, что это может помочь и футболистам, и также может помочь тренеру, который находится все-таки, не знаю, справедливо, несправедливо, под психологическим давлением, слухами, разговорами там. Ну, Павел, ну, такие ситуации уже бывали у «Спартака», когда они обыгрывали тот же «Наполе», значит, и неплохо играли с «Лестером» в гостях. Поэтому тут нельзя говорить о том, что это станет отправной точкой. Об этом сегодня «Джики». «Джики» достаточно справедливо сказал. Ну, Сергей, ты понимаешь, что надо играть в каждой игре. Надо играть в каждой игре и выкладываться на 150%. Потому что «Спартак» не та команда, которая может расслабиться или, скажем так, у нее есть для этого какие-то подпосылки, чтобы расслабиться. Они идут не на первом месте в чемпионате России, они не идут на первом месте с отрывом от 5-6 очков в Лиге Европы. Поэтому им надо играть и биться в каждом матче. И я считаю, что, скажем так, в самоотверженности, в заряженности им можно все равно прибавлять. Потому что все-таки вот такой, скажем так, искорки и таких вот бойцовских качеств немножко все-таки команде не хватает. И я думаю, что это тоже момент, над которым «Спартаку» надо еще работать. Но то, что они сегодня приняли вот такую тактику, и она принесла результат, это уже… Тактику, Павел, давайте конкретизируем. Какую именно тактику? Что вы имеете в виду? Ну, ты понимаешь, «Спартак» приблизительно играет как «Изенит». Играет как «Изенит». Но они, естественно… Ну, я говорю, что вот этот гол, не знаю, хорошую или плохую он сделал, как говорится, услугу. Все-таки он такую команду, как «Спартак», которая не может, допустим, владеть ситуацией, не может вести игру вот с такой командой, как «Наполе». Поэтому, естественно, этот гол, он помог «Спартаку» психологически. Где-то в головах футболистов, естественно, промелькнула вот эта идея. Да, мы забили гол, то есть надо аккуратнее, надо осторожнее, надо больше играть от обороны, надо играть покомпактнее. Поэтому «Спартак» так и играл. Конечно, мы не можем говорить, что если бы они не забили, «Спартак» мог бы там, как говорится, взвинтить темп, скорость. Нет, я думаю, «Спартак» нынешний не способен на это. Но вот гол, он помог «Спартаку» все-таки, я так считаю, психологически, в плане уверенности. И, наверное, они вот за счет этого и отдали инициативу. И вот этот гол, так скажем, ну, подсказал или заставил их все-таки больше играть от обороны на своей половине поля. Гол вы какой имеете в виду? Первый, первый с пенальти. Павел, ну, у «Спартака» сегодня в центре играла, ну, пара умяров, умяров-литвинов, да, и чуть выше играл Игнатов. Ну, то есть три российских полузащитника и обыгрывают «Наполь». И о чем это говорит, на ваш взгляд? Ты понимаешь, еще раз, еще раз говорю, чтобы «Спартаковские болельщики» не злились, что результат, конечно, очень хороший. И вот для этого «Спартака», для этой вот команды, именно вот в этой фазе, когда дела абсолютно нехорошого «Спартака» пока что складываются в чемпионате России, да, вот, эта игра была сегодня, ну, очень такой плечевой, потому что если «Спартак» проиграл бы сегодня дома, это было бы очень плохо, что касается Лиги Европы, это психологии, для тренера, для команды, то есть, ну, лучше об этом не говорить и не думать, да, вот. То, что они обыграли «Наполе», в одной игре обыграть можно все кого угодно. Если честно, то, скажем так, «Наполе» сегодня не показал то, что они лидеры итальянского чемпионата, но это их проблема, не будем о них много говорить и их разбирать, да, вот, в отношении троих российских молодых футболистов. Ты понимаешь, я так, ну, рассуждал и думал, в принципе, по поводу этого, так скажем, момента, да, то есть это, в принципе, хорошо, в «Зените» тоже появляются ребята и играют ребята, да, российские, «Спартаке» тоже. Но ты понимаешь, самая какая большая проблема? У нас практически нету или не появляются на протяжении очень-очень долгого периода топовые футболисты. Топовые футболисты – это когда игрок в возрасте 19-20 лет может конкурировать и, скажем так, вести игру с такой командой, как «Наполе», или уже не говоря о такой команде, как «Мальмо», да, вот. Это, конечно, говорит о общем состоянии дел футбольных в России, и, к сожалению, мы не можем воспитывать таких футболистов, хотя все-таки у нас большая страна, достаточно много футбольных клубов, и, ну, скажем так, есть и финансовые возможности, да, и условия, но у нас нет таких футболистов. Поэтому вот эти вот все ребята, они, хорошо, что они играют, но им нужно очень много времени, чтобы выйти на определенный уровень, чего-то достичь и заиграть, скажем так, на уровне вот европейских хороших клубов. И, опять-таки, вот наши примеры с ребятами, которые уехали в Европу, и лучше об этом не вспоминать и не говорить, вот. Поэтому я говорю, что вот, да, хорошо, что они играли, но ты же понимаешь, вот как сегодня «Спартак» играл, как сегодня «Спартак» играл, это говорит о том, что вот пока что вот такие вот ребята такого уровня играют в «Спартаке» в основном составе, я имею в виду про россиян. То есть это, с одной стороны, конечно, и хорошо, что им доверяют и что им ставят, но с другой стороны мы видим, что это далеко еще не топовые футболисты, которые не в состоянии вот в этом возрасте, вот в этом периоде, да, брать на себя, вести игру, решать и, скажем так, заставить на поле бегать за мячом, а не наоборот, как сегодня это на протяжении всей игры было, что «Спартак» все-таки оборонялся и играл больше без мяча. Павел, ну давайте про тренера все-таки поговорим. Ну, под таким диким он давлением, увольняют его действительно каждый день, но тем не менее команда время от времени выдает очень приличные матчи и добивается побед, особенно в Лиге Европы. О чем это говорит? Ты знаешь, нам тяжело, конечно, с тобой судить, потому что кто под давлением, кого там увольняют. Все-таки это же тренер, который имеет европейский опыт и работал и с большими клубами в Португалии, да, и я думаю, что он готов к таким моментам, когда его там увольняют или какие-то слухи, вот. И если дело все-таки до этого дойдет, то я думаю, ну, его уволят и получит он свой конверт и поедет дальше и потом будет дальше работать еще в каком-то клубе. Поэтому я думаю, что здесь нет такой большой трагедии. Здесь вопрос, насколько он чувствует поддержку команды и какое у него взаимодействие с коллективом, с игроками. Вот это самое важное для него, да. И поэтому сегодняшняя победа в психологическом плане она очень важна для него, то есть потому что выиграли у Наполя. И опять-таки тут можно придираться к каким-то игровым моментам Спартака, что они сегодня могли лучше сыграть. И, скажем так, многие футболисты не показывают своего уровня, тот самый же «Промис», вот, про молодежь, про российскую мы говорим, да. Но есть как есть, есть как есть. Он сегодня выиграл, он дал результат и на какое-то время он, ну, наверное, все-таки заставит замолчать тех, кто там распускает слухи или тех, кто ищет какого-то нового тренера, да. Вот. И, скажем так, даст себе время, чтобы дальше работать с командой. И если все будет нормально, если эта игра им поможет тоже и в российском чемпионате. Хорошо выступить и добиться положительного результата в ближайших играх, то кто знает. Потому что в команде должен быть какой-то произойти перелом. Понимаешь, вот я тоже вот рассуждал, допустим, ну, или вот наблюдал за ситуацией в Манчестер Юнайтед, да. Сольские. В прошлом году команда, ну, так скажем, начала оживать. В прошлом году команда начала оживать. Вот. Пришел Кристиан Роналду, мы с тобой говорили, то есть это сразу изменилась раздевалка, там начали слушать другую музыку. И вот эти ребята, которые в прошлом году оживали, они зачахли. И тут сразу видно уровень, класс тренера. Может ли он с такой ситуацией справиться или нет. И понятно, что он на протяжении, скажем так, ну, довольно прилично долгого времени вот в этом современном футболе не справлялся с этой ситуацией. А у него была поддержка, там, кто его поддерживал, кто его там, как говорится, не увольнял. Это не так важно. Но у него было время, чтобы, ну, чтобы, скажем так, переломить вот этот вот критический момент в Манчестере и все-таки, чтобы команда заиграла. А у него это не получилось. Поэтому я надеюсь, что у Витории это получится. И вот эта победа над Наполе, она все-таки, ну, даст ему такой, ну, большой позитив, психологический стимул, чтобы, ну, чтобы выйти из этого кризиса. Но самое главное, что у Спартака должна все-таки улучшаться его игра. Даже по сегодняшней игре опять то, что мы говорили про сборную России из Хорватии. Ты же посмотри, сколько Наполе сегодня владел мячом. Практически на половине поля соперника защитники находились на центральной линии. Но ты же знаешь, в старые добрые времена, даже не будем брать там 80-е годы, когда еще Спартак Романцева, то есть я думаю, что футболисты просто бы отдыхали бы и наслаждались бы вот этой ситуацией, когда столько пространства за спиной защитников. То есть, ну, вот это вот, ну, как говорится, сам Бог велел создавать эти спартаковские стенки, плести эти кружева. И так это, конечно, ну, немножко смело звучит от меня, но довести сегодняшнюю игру просто до счета 5-0. Но у этого Спартака, ну, просто не получается. Это и, конечно, говорит о не только уровне, а вот, скажем так, стилю футболистов, в какой футбол они сами играют. Ну, и, конечно, говорит о том, что, ну, Витория в этот футбол не играет, он его не прививает, и, видимо, это не его футбол. Потому что если бы на тренировках и в рабочем процессе это было, то сегодняшняя игра как никогда для Спартака, чтобы вот это показать, проявить, и Наполе просто вот наказать несколько раз и просто засушить игру уже при другом счете. Они при 2-0 и потом 2-1, и волнение, нервы, и чуть до ничьи не доигрались. Понял, Павел. Спасибо вам большое. Так что если завтра будет еще один удачный вечер, то, ну, можно, как говорится, уже... То российский футбол вновь встает с колен. Да, да, да. За эту осень. Да, да, да. Российский футбол только, ну, конечно, Семак, только вот, ну, не с российскими тренерами, а все вот, все кричат и все призывают и жалуются. Почему нету российских тренеров и не дают. Ну, вот, мне кажется, Семак – это российский тренер, поэтому так уже не надо это говорить, что российским тренерам не дают шанс. Пожалуйста, шансы дают, только берите и показывайте и доказывайте. Добро, спасибо. Приятного вечера. На связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова